МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Весеннее обострение. В Сарове наблюдается рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Новая технология. Школьники города написали тренировочные ЕГЭ по профильной математике. «Принцессы Востока». Танцевальный конкурс среди воспитаний студии «Дэнс Класс». Далее расскажем обо всем подробно. В нашем городе зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах населения. Самое большое число заболевших среди детей младшего и среднего школьного возраста. Согласно правилам, при отсутствии в классе образовательного учреждения 20 и более процентов детей вводится карантин сроком не менее чем на 7 дней. Первые теплые весенние дни не для всех становятся радостными. А все потому, что солнечно-теплое утро нередко переходит в холодный, дождливый, ветреный день. И при редкой смене погоды детский организм испытывает стресс. А значит, возрастает и количество респираторных заболеваний. Сыграла еще роль эти наши длительные праздники и каникулы. Когда все-таки есть большой перерыв, то, соответственно, в понедельник у нас в детской поликлинике приходится больше всего количества вызовов. И вот в этот понедельник, который был 12 марта, у нас было 490 вызовов. Дети гораздо чаще взрослых болеют простудными заболеваниями. Но зачастую их родители путают грипп с обычной простудой. И несмотря на то, что эти заболевания в чем-то схожи, симптомы у них совершенно разные. Грипп начинается остро, сразу с резкой подъема температуры. Температура, как правило, высокая, выше 38. И в первые дни нет катаральных явлений. То есть нет ни насморка, нет ни кашля. А вот простуда начинается с насморка, кашля и боли в горле. И только потом поднимается температура. В любом случае, если вы видите, что ваш ребенок заболевает, не стоит везти его в детский сад или школу. Это может вызвать вспышку болезни у всего класса. Да и к тому же, ребенок, который переносит грипп на ногах, больше подвержен осложнениям этой болезни. Осложнения самые разнообразные. То есть это присоединение бактериальной инфекции. Атиты, гаймориты, бронхиты, пневмония. Чтобы избежать подобных проблем, достаточно соблюдать простую профилактику. Часто проветривать помещение, делать влажную уборку, принимать витамины. Не менее важной станет и вакцинация. Мария Рунич, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Выпускники школ города написали тренировочные ЕГЭ по профильной математике. В этом году на итоговой аттестации 11-классников впервые будет применяться технологии печати экзаменационных материалов непосредственно в пункте проведения ЕГЭ. Там же после окончания экзамена бланки участников будут переводиться в электронный вид. Подробности далее. В фойе 13-й школа оживленно. Ученики волнительно сжимают в руках паспорта и черные ручки. Пройдя осмотр металлоискателем, ребята отправляются в актовый зал на предварительный инструктаж. Те, кто в финале своего школьного пути сделал выбор в пользу профильной математики, первыми в городе увидят новую технологию. Экзаменационные задания будут печататься в самом пункте сдачи ЕГЭ. Раньше эти все материалы привозились из Нижнего Новгорода в напечатанном виде. Все было достаточно громоздко. Сейчас мы отрабатываем новую технологию, когда из Нижнего пришли только диски. Упаковки с дисками скрываются во всех пунктах сдачи ЕГЭ одновременно. Сразу после единого сигнала о начале тренировочного испытания. Все процедуры проходят по четкому регламенту. Контрольно-измерительные материалы запускаются в печать, после чего у школьников будет ровно 3 часа 55 минут на выполнение заданий. Материалы не только печатаются в аудитории, они еще в день проведения экзамена, в этом же пункте проведения экзамена и сканируются. А затем уже в электронном виде отправляются на проверку на федеральный портал. Учителям опробовать новую технологию, ученикам проверить свои силы и познакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ. Организаторы отмечают, что эта форма колоссально экономит ресурсы – людские и материальные. Если раньше задания в бумажном виде привозились из Нижнего Новгорода в ночь перед экзаменом, сегодня такой необходимости нет. Все кимы записаны на информационном носителе. Для каждого участника свои индивидуальные бланки. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. С 12 по 23 марта в регионе пройдет акция «Сообщи», где торгуют смертью, сообщает Главное управление МВД России по Нижегородской области. Она призвана привлечь внимание общественности к проблеме незаконного оборота наркотиков. Информацию о правонарушениях в этой сфере жители региона могут сообщить по телефону доверию Управления МВД России по Нижегородской области. 8-831-268-23-32 Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам напоминают о возможности принять участие в программе поддержки местных инициатив. До 23 марта в Департаменте городского хозяйства принимают документы от жителей, которые готовы благоустроить свои дворы на условиях софинансирования. Большую часть денег выделяют областной и городской бюджеты. Более подробную информацию о программе поддержки местных инициатив и том, как принять в ней участие, можно узнать в Департаменте городского хозяйства по телефону 757-22. В Сарове пройдет новый благотворительный сбор. На этот раз волонтеры из Центра «Радость Май» будут принимать пожертвования для детей с ограниченными возможностями здоровья. По традиции сделать благотворительный износ с рабчими смогут в торговых центрах «Атом», «Плаза» и «Куба». Общегородская акция «Пасхальные дни милосердия» стартует четверг, 15 марта. В Тольятти завершились чемпионаты и первенства Приворского федерального округа по кикбоксингу. Наш город представляли воспитанники тренера-преподавателя Виктора Шлепугина и спортивной школы ИКАР. Артем Серов завоевал золото, а Андрей Ермаков, Василий Поздеев и Максим Житков – бронзовые медали. Спортивные события мирового уровня, которые будут проходить этим летом, в том числе и в Нижнем Новгороде, дают жителям региона уникальный шанс уйдить в игру футболистов высокого уровня. Многие хотят окунуться в атмосферу этого большого спортивного праздника и посмотреть матчи с трибун. Среди волонтеров и болельщиков предстоящего чемпионата мира есть и саровчане. Елена Севцова подала заявку на право стать волонтером больше года назад. И сейчас у добровольцев начинается активная фаза подготовки к Мундиалю – лекции и тренинги. Она считает, что быть добровольцем и представлять Россию на соревнованиях высокого уровня не только интересно, но и очень ответственно. Что человек хочет оставить не только для себя, какой след оставить чемпионат в душе волонтера, но и при этом, что сам волонтер сможет привнести в чемпионат мира, помочь в развитии чемпионата в целом. Зона ответственности Елены на чемпионате – это фанфест, который будет проходить в Нижнем Новгороде на площади Минина. Там поставят большой экран и болельщики, не попавшие на трибуну, смогут посмотреть все матчи в прямом эфире. Есть определенный опыт как раз в управлении волонтерами и хотелось бы его применить относительно уже чемпионата мира. Другой способ приобщиться к мировому событию – оформить паспорт болельщика и купить билеты на матч, что и сделал Александр Емельянов. Он решил не упускать редкий шанс и увидеть звезд мирового футбола своими глазами. Для меня этот чемпионат – это уникальная возможность посмотреть футбол высокого класса, скажем так, недалеко от дома. Одни будут помогать в организации чемпионата, другие на себе почувствуют, как он организован. И для тех и других это в первую очередь возможность окунуться в атмосферу спортивного праздника мирового уровня. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Весна, время перемен и преображения. И пусть за окном еще лежат сугробы, многие уже всерьез за задаченной подготовкой к теплому времени года. Обновление гардероба, занятия фитнесом и диеты. Но иногда стремление к идеалу приводит к печальным последствиям. В погоне за красотой некоторые представительницы прекрасного пола забывают о своем здоровье. В 2007 году Изабель Каро стала лицом рекламной кампании «Нет анорексии». На тот момент вес девушки составлял всего 28 килограммов. Изабель всеми силами боролась за жизнь. Но, к сожалению, процессы, запущенные болезнью, оказались необратимы. И Изабель скончалась. Худая, значит успешная. Этот стереотип долгие годы навязывают средства массовой информации кино и фэшн-индустрия. Но если взрослый человек сто раз подумает, прежде чем отказываться от еды в пользу 90-60-90, то девочки-подростки часто недовольны своей внешностью и под влиянием глянца решают похудеть любой ценой. Реклама насаждает нам вот такие вот зачастую образы, которым подросток начинает подражать. И чаще всего это даже идет подражание целыми группами подростковыми. Это становится модным, это становится как психическая эпидемия. Каждая 20-я девушка в возрасте от 12 до 24 лет страдает теми или иными нарушениями пищевого поведения. Самая серьезная из них – анорексия, официально признана психическим расстройством. Эта девочка смотрит на себя в зеркало, сама истощенная, но смотрит на себя в зеркало и она видит себя толстой. Это уже бред. Это уже искажение восприятия. Это уже нарушение психическое на уровне психоза. Когда подросток излишне критичен к своей внешности, а все его интересы сводятся к диетам, средствам для похудения, тренировкам, когда он начинает отказываться от еды и постоянно терять вес, нужно сразу обращаться к специалисту. Ведь в юном возрасте счет может идти буквально на месяцы. Дело в том, что когда уже доходит до кахексии, до истощения, дело в том, что тут уже начинаются такие необратимые изменения в органах, да, и в сердце, и в печени, поджелудочной. То есть весь кишечник атрофируется, высыхает буквально. И даже уже когда пытаются кормить через зонт в психиатрической больнице, допустим, эту пациентку, они начинают уже работать очень часто. То есть это уже, да, смертность высокая, ведь надо знать. Обязательная длительная реабилитация, поддержка и понимание со стороны близких, переключение внимания на другие интересы и постоянная работа с самооценкой могут помочь подростку не стать жертвой анорексии. Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Юные принцессы Востока собрались в клубе «Мечта» Центра внешкольной работы. Там прошел традиционный конкурс по восточным танцам, участниками которого стали воспитанницы студии «Дэнс-класс». Девочкам предстояло продемонстрировать всю красоту и грацию самого завораживающего танца. Подробности в следующем репортаже. Вместо тысячи слов и ритмичные движения на языке восточного танца Карина Владарская выражает свои чувства. В студию «Дэнс-класс» она пришла около четырех лет назад. И уже через два года Карина вместе с коллективом стала участвовать в конкурсах и фестивалях. А сегодня юная танцовщица выступает в красивом и грациозном конкурсе «Принцесса Востока-2018». Покажу, что я умею все это делать. Я не буду волноваться. И покажу все эти эмоции, улыбки. Я буду трудиться, чтобы получить первое место. И труд Карины был оценен. Девочка стала победительницей конкурса «Принцесса Востока». Путь к пьедесталу проходил через три испытания. Визитная карточка, постановочный танец и импровизация. Второе место в конкурсе «Принцесса Востока» заняла Надежда Миронова. А почетная третья досталась Олесе Медведевой. Также участницы были отмечены в номинациях «Мисс Улыбка», «Нежность», «Оригинальность», «Артистизм» и другие. Дети на этих мероприятиях учатся, не боятся публики, учатся раскрепощаться, получать удовольствие от того, чем они занимаются. Ярко интересный праздник. Это всегда радует и детей, и взрослых. Это помогает преодолеть определенные страхи и делать первые свои шаги и успехи на пути к большой цели. Самое увлекательное для участниц – это не только плавные и грациозные движения, но и возможность надеть необыкновенный и красивый костюм. Уже сегодня девочки готовятся к отчетному концерту, который пройдет в клубе «Мечта» в конце мая. Ирина Вашегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Росатом готовит технологическую революцию. На базе госкорпорации создана компания для развития аддитивных технологий. Технологий, обеспечивающих десятикратное увеличение производительности, уменьшающих материальные затраты и позволяющих изготавливать детали сложной геометрической формы, которые на сегодняшний день создать с помощью традиционных методов просто невозможно. Аддитивные технологии создают совершенно новую философию конструирования и философию создания деталей. И поэтому конструктора должны научиться использовать все преимущества аддитивных технологий, создания сложных деталей, создания деталей новой формы, оптимизированных по весу, по габаритам, по размерам и так далее. Мы имеем примеры, когда детали, исполняя одни и те же функциональные обязанности, отличаются по весу до десяти раз. Созданная компания объединит все наработки атомщиков в сфере аддитивных технологий за последние несколько лет. А это, к слову, немало. К примеру, силами специалистов ЦНИД МАШа были разработаны и изготовлены первые отечественные 3D-принтеры. В конце этого года второе поколение этих машин должны запустить в серийное производство. В Новоуральске на базе электрохимического комбината научились производить различные материалы для 3D-печати, а в Сарове разработали программное обеспечение. Мы сразу ориентировались на наших фиатс-умеев, где создана программа «Логос». На базе этого «Логос» мы создаем на сегодняшний момент целую программную платформу для использования в аддитивных технологиях. Кроме производства 3D-принтеров и их компонентов, создания металлических порошков и разработки программного обеспечения для аддитивных систем, четвертым ключевым направлением деятельности новой компании станет непосредственное оказание услуг 3D-печати и внедрение аддитивных технологий в производство. Стратегическая цель компании – обеспечить выручку до 50 миллиардов рублей к 2025 году, занять более полутора процентов мирового рынка аддитивных технологий. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей.